Коллеги, всем привет! С вами Дмитрий Каждан и в этом видео я хочу с вами обсудить один очень важный парикмахерский инструмент, который нужен каждому барберу и вообще не только барберу, но и вообще каждому парикмахеру, который имеет дело со стрижками. Итак, разговор сегодня у нас пойдет о сметках. Я решил взять два вида сметок, одну деревянную и одну из пластика. Итак, первая сметка прилетает ко мне вот в таком вот пластиковом виде, ну в пластиковом корпусе, как вы знаете. Значит, это сметка от торговой марки Эндис, по крайней мере, когда-то здесь была эта надпись, опознавательный знак. И вторая сметка нам прилетает, вот такая вот сметочка от торговой марки I love my hair. И в чем в них отличие, чем они отличаются, давайте в этом видео разбираться и поговорим. Итак, две одинаковые, казалось бы, сметки, на мой взгляд. Вот одна от Эндис и вторая у нас от торговой марки I love my hair. Ну, как вы видите, сметка от торговой марки I love my hair, она выглядит в деревянном исполнении, имеет деревянное основание и нейлоновую щетину. Значит, благодаря вот этой нейлоновой щетине получается идеальное выметание, значит, мелких волос. Она бывает еще, конечно же, с более короткой щетиной и с более длинной. Я взял для этого видео самую длинную щетину, 15 мм, чтобы они, по крайней мере, были одинаковые внешне. Ну, как вы видите, значит, сметка Эндис справляется со своей работой достаточно хорошо. И, собственно, что мы видим? Значит, разница между ними, чтобы вы знали, заключается, наверное, только в том, что щетина вот здесь у Эндис, она достаточно мягкая по сравнению с щетиной I love my hair. Да, вот этой сметкой я работаю, и, как вы видите, в процессе работы, сколько она у меня лежала, она у меня, естественно, пришла вот в такое вот веселое состояние. Но, тем не менее, если вы хотите выбрать другую сметку себе в работу, просто имейте в виду, на что нужно обращать внимание, насколько мягкий вот эта нейлоновая щетина. Потому что всякие нейлоновые щетины, они бывают разные, они бывают двух видов. Все-таки одна есть более жесткая, а другая более мягкая. И вот более мягкая щетина, она в процессе службы, естественно, с ней что-то случается. Как видите, она у меня тут повредилась, загнулась, и, собственно, что с ней стало? Она у меня лежала в сумке и, видать, неудачно полежала. Но для того, чтобы ее выпрямить, конечно, надо либо ее погреть, либо ее водой хорошо смочить, чтобы она пришла в первоначальное состояние. Но суть остается сутью, что чем мягче щетина, тем она больше склонна к повреждению. Вот такая вот сметка с более чуть жесткой щетиной. Например, сейчас покажу вам вот моя сметка. Она, естественно, на протяжении всего времени, как вы видите, слегка видоизменилась. Что стало с ней? С ней стало то, что она, так как лежала у меня в сумке, и она у меня, естественно, несколько раз падала. Да, даже не то, что несколько раз, а много раз падала. Естественно, как вы видите, у нее вид достаточно стал такой винтажный и потрепанный. Но при всем при этом хочется отметить, что даже несмотря на такое вот ее состояние, мне кажется, она ничуть не хуже, чем щетка-сметка от Эндис. Конечно, кто-то скажет, что да ну ему нафиг лучше взять Эндис, но при этом будет вот такая вот щетина. Но я считаю, что да, с одной стороны Эндис, конечно же, выигрывает, что у нее только щетина в таком вот грустном виде. Ну, у I Love My Hair, у щетки, вернее, сметки, извините, сметки, у нее, как вы видите, борта, все, естественно, у нее покорябывалось. Ну, я считаю, что это не катастрофично. Главное, чтобы сама щетина была в первозданном виде. Ну, вот если мы будем брать новую сметку, как она выглядит, да, чтобы вы видели, и как вот выглядит старая сметка. Ну, собственно, вывод очевиден, какая она была и какая она стала. Но, опять же, не будем забывать, что этой сметке уже два года и этой сметке два года. Да, здесь была у нас надпись Эндис, но, к сожалению, она стерлась, но это ничего страшного. Но в процессе работы, как вы видите, щетина пришла вот в такое вот состояние. Ну, опять же, это потому, что она у меня лежала в сумке, где у меня накид, это очень много, ну, различного инструмента. Поэтому имейте это в виду, когда кидаете в сумку, где у вас много инструмента, что сметкой может стать. Коллеги, ну, а какую сметку выбирать именно вам, Эндис или I love my hair, даже покажу именно так, Эндис или I love my hair, это уже решать вам. Главное, чтобы ваш инструмент ходил долго, вы за ним следили. Я хоть человек, который следит за инструментом очень тщательно, тем не менее, как вы видите, что стало с моими сметками. Да, вот этой сметкой я, когда работаю, я вычищаю машинкой, машинку вычищаю ей, а вот этой сметкой я убираю мелкие волоски. В любом случае, я тестирую сметку одну такую, одну такую и смотрю, что с ними становится. Поэтому выбирайте правильно сметки, выбирайте правильно парикмахерский инструмент. Ну, а если у вас, собственно, есть какие-то вопросы по подбору парикмахерского инструмента, вы всегда знаете, куда обратиться. С вами был Дмитрий Каждан. Я желаю вам всем только точных стрижек и хорошего, качественного инструмента. До новых встреч. Пока-пока.